Я уже подготовила века к нанесению теней. Первое, что я использовала, это базу от Maybelline Color Tattoo оттенки Creme de Rose, после чего я ее закрепила матовым телесным оттенком теней, это Colourpop Hear Me Out. Теперь приступаем к построению формы в тенях. Первый оттенок, который я буду использовать, это вот такой вот светлый, холодный коричневый оттенок, это Colourpop оттенок Belle Air. Набираю его на растушевочную кисть и изначально во внешний уголок глаза наношу, а потом начинаю подниматься и растушевывать уже выше немного складки. Если у вас веки ненависшие, вы растушевываете складки века, я же растушевываю выше для того, чтобы на открытых глазах у меня также было видно этот оттенок. Теперь я буду затенять внешний уголок глаза с помощью вот такого темно-коричневого оттенка, это основа Colourpop Cloud Nine. Снова наношу внешний уголок глаза и изначально растушевываю тут, после чего слегка буду подниматься выше и создавать такую достаточно темную дымку. Базовую форму мы построили, теперь переходим к оттенку, которая пойдет на подвижное веко. На подвижное веко я буду наносить оттенок Colourpop Goody Two Shoes. Откровенно говоря, с этим оттенком даже никакая база не нужна, потому что он настолько насыщенный, что даже без базы будет выглядеть отлично. Наношу его практически на всю веко. После этого возвращаюсь к растушевочной кисти и начинаю растушевывать границы. На нижнем веке повторяем то же самое, только в обратном порядке. Первый оттенок, который я буду брать, это как раз таки вот этот серебряный. И будем проходиться по ресничному краю. После этого я беру наш самый первый светлый матовый коричневый и прохожусь по границе с этим цветом для того, чтобы растушевать его. И также во внешний уголок глаза пойдет самый темный оттенок коричневого матового. Основная форма в тенях у нас уже готова. Теперь я хочу немножко еще затемнить внешний уголок. Я буду использовать карандаш от Гоши в оттенке Black Ink. Карандаш этот наношу по ресничному краю, во внешнем уголке глаза, а также между ресницами. Но не до конца, где-то только до середины века. И с помощью маленькой кисти буду это растушевывать, для того, чтобы не было такой сильно жесткой линии. Завершающий этап я буду использовать слюду. Это у меня конкретно от КМ Косметикс. Называется она бриллиантовая россыпь. Если хотите, вы этот шаг, естественно, можете пропустить. Но мне безумно нравится, как выглядит этот серый оттенок вместе с этой слюдой. Сейчас покажу вам, о чем я. Я наношу слюду на подвижное веко. И также слегка начинаю растушевывать ко внешнему уголку, но не сильно. Останавливаю где-то на середине приблизительно. И еще совсем слегка нанесу во внутренний уголок глаза. И посмотрите, как этот оттенок словно ожил у меня на подвижном веке. Очень мне нравится, как выглядит он вместе с этой слюдой. По большому счету это все. Мне осталось только накрасить ресницы. Сейчас я это сделаю и сразу же вернусь к вам. Ресницы я накрасила и макияж полностью готов. Редактор субтитров А.Семкин